Всем привет-привет, дорогие друзья, с вами на связи снова Влад И в данном видео я вам хочу показать закулисье того, как происходит разработка сайта на примере реального заказа на фрилансе С вас лайк, комментарий по данным видео, подписка на канал и колокольчик по вашему желанию Давайте начинать Все началось с того, что мне на сайте фриланса в личные сообщения написал заказчик Рихард Он написал, что ему понравились очень мои работы в портфолио Ему понравилась моя большая, без привлечения, репутация на фрилансе, что у меня много отзывов И предложил списаться в WhatsApp и обсудить детали разработки сайта В данном случае мне очень повезло, что заказчик знал, чего он хочет Он предоставил небольшую схему, структуру Это, по сути, был уже небольшой сайт, на котором были писаны и показаны все блоки, все страницы, которые должны быть уже в существующем сайте Мы склали небольшое ТЗ, в котором обязательно нужно было сделать, чтобы сайт легко редактировался из админ панели Сайт должен быть мультиязычным Они говорили изначально, что будет около пяти языков Я сказал, что вы сможете добавлять нужное количество языков без проблем самостоятельно уже после разработки сайта Так как мультиязычность это такая штука, которую можно изменять без проблем, если все изначально сделать правильно Также для такого небольшого типа сайта, это, по сути, корпоративный сайт Я предложил использовать CMS WordPress, потому что, например, тот же Laravel для такого сайта нет смысла использовать Это только будет затруднять разработку и увеличивать сроки и, конечно же, бюджет Компания заказчика называется It Happens И они реально гордятся своим названием Главная цель данной компании – это помочь людям в Англии получить компенсацию за полученные травмы в страховой компании Главной целью будущего разработанного сайта должна быть презентация компании И, конечно же, привлечение новых клиентов с помощью разработанного сайта Поэтому на данном сайте должны быть такие пункты, страницы, как истории клиентов, блок, вопросы часто задаваемые, сервисы и, конечно же, описание самой компании Разработку любого сайта я начинаю, конечно же, с дизайна Я не рисую сам дизайн, потому что специализируюсь именно на фронтенде и бэкэнде Но работаю в паре с дизайнером и мне очень нравятся ее работы и то, как она подает информацию и иллюстрации И все это объединяется в единое целое Обычно еще перед рисованием самого дизайна дизайнер делает прототип, структуру, схематические изображения блоков на различных страницах сайта Но поскольку заказчик уже предоставил структуру и мы обговорили, по сути, полное ТЗ То все началось, конечно же, с подбора цветовой гаммы и со шрифтов У заказчика уже был логотип с его корпоративными цветами Это фиолетовый и желтый Но дизайнер посчитал, что эти цвета немного устарелые И решил, было принято решение всеми нами добавить в эти цвета, в этот логотип, легкости, современности Поэтому мы оживили эти цвета, сделали их более насыщенными и, конечно же, добавили легких градиентов После того, как цветовая гамма была, главная цветовая гамма была определена Мы подобрали шрифт и этим шрифтом оказался Gilroy Очень важное замечание было по поводу шрифта с нашей стороны, с моей стороны Потому что этот шрифт должен хорошо отображаться на всех языках, так как сайт будет, по сути, мультиязычным Поэтому наш взгляд, взор упал именно на Gilroy Во-первых, он бесплатный, а во-вторых, он будет хорошо отображаться на всех языках Дизайнер начала рисовать с главной страницы И было принято решение нарисовать часть главной страницы, чтобы определить стиль, который будет присущий на всем сайте И после отрисовки части, пару блоков на главной страничке Эти блоки были показаны заказчику Его все устроило Это простота, стиль, тени, градиенты Но единственное, что ему не нравилось, это иллюстрации Мы долго искали иллюстрации на фотостоках Парочку, там буквально 2-3 мы нашли, которые именно подходят нам на сайт Мы их купили и было принято четкое решение Потом, когда будут отрисованы все странички Там, где нужно будет вставить иллюстрации Мы наймем отдельного иллюстратора, который нам отрисует эти векторные иллюстрации в заданном стиле Чтобы на них были изображены нужные объекты И, конечно же, в наших корпоративных тонах с градиентами, с тенями В общей сложности дизайнерам было отрисовано около 11 уникальных страниц сайта Также в данной странице потом заказчиками вносились справки Которые уже обсуждались за дополнительную стоимость Но сайт получился реально крутым И дизайн занял на самом деле много, в районе 3 месяцев Но это было именно из-за того, что мы не могли Точнее, заказчики не могли определиться именно с иллюстрациями Потому что, как ни странно, это реально играло важную роль на сайте Важную роль в восприятии будущего клиента То он увидит на сайте и захочет ли он заказать услугу в данной компании После того, как были отрисованы все странички Их мобильные версии, что очень важно Потому что сайт, современный сайт Должен одинаково хорошо смотреться как на планшетах Так на мобильных устройствах Так на лэптопах, ноутбуках, компьютерах, ПК и так далее Поэтому, когда мы уже согласовали полностью весь дизайн Он был утвержден Пришло время верстки Верстка заняла не так много, в районе 2-3 недель Потому что уже дизайн был готов Заказчики уже ничего не меняли И все пошло как по маслу Все было реально гладко и круто Верстка, конечно же, была кросс-браузерной Она одинаково хорошо смотрелась во всех браузерах Современных браузерах Это и Microsoft Edge, Safari, Google, Chrome, Firefox, Opera, Yandex и так далее Она была адаптивной Хорошо, одинаково, хорошо смотрелась на мобильных устройствах На планшетах, на десктопах Когда вся верстка полностью была утверждена То настал черед посадки сайта на WordPress Была, по сути, разработана тема It Happens По всем стандартам разработки тем на WordPress Использовались следующие плагины Для мультиязычности использовался плагин бесплатный Большая часть функционала этого плагина Она именно бесплатная, он называется Polylang Кто будет стыкаться с мультиязычностью Используйте очень удобно, круто и главное, что бесплатно Следующий плагин, который позволяет отправлять заявки из форм на сайте Называется, я думаю, многие из вас известны Он называется Contact Form 7 Еще один плагин, который я использовал, это аналог Advanced Custom Fields Он называется Custom Fields Suite Он полностью бесплатный, но у него намного больше функционал Вот, и я его всегда использую в своих проектах Ключевой задачей админ панели WordPress Была именно возможность редактировать абсолютно всю информацию на сайте И, конечно же, ее переводить Поэтому все меню, все тексты, все статьи в блоге, все истории Все, что вы видите на сайте, оно изменяется, редактируется, переводится на другие языки С помощью админ панели WordPress В принципе, на этом была закончена разработка данного сайта Заказчики посмотрели результат, им все понравилось Были некоторые вопросы, на которые я, конечно же, всегда отвечаю Потому что я ручаюсь за свой результат И сайт в конечном итоге, если можно так сказать Работает безупречно Разработка темы для WordPress Которая, ну, называется It Happens То есть, по сути, посадка верстки на WordPress Заняла у меня около месяца Теперь предлагаю подвести итоги Расписать все этапы Сколько на них было потрачено времени И, конечно же, бюджет всего проекта По тому, как было уже утверждено изначально перед разработкой сайта Технические задания для данного проекта И структура данного сайта Был утвержден и бюджет в размере 165 тысяч рублей Это полностью с дизайном, версткой и программированием Также были отдельные доработки Касающиеся дизайна сайта Которые оплачивались отдельно конкретно дизайнеру И, конечно же, отдельные суммы Которые оплачивались отдельно иллюстратору Который занимался отрисовкой всех векторных изображений для данного сайта Первый этап – это отрисовка дизайна Но здесь нужно сделать погрешность на то Что весь дизайн именно с отрисовкой иллюстрациями отдельным человеком Который отрисовывал именно иллюстрации Занял в районе трех месяцев Но сам дизайн именно сайта без иллюстраций На него выделилось 40 тысяч рублей Потому что, мне кажется, это самый сложный этап Именно в данном проекте Потому что было много нюансов при отрисовке Второй этап – это верстка И поскольку дизайн – это самый сложный этап на данном случае То конкретно именно разработанный уже дизайн Не такой сложный с точки зрения верстки Поэтому она заняла всего-навсего 2-3 недели И на верстку было выделено 20 тысяч рублей И третий этап – это посадка на WordPress Который занял около одного месяца по времени На него было выделено 105 тысяч рублей Так как это функционал, который уже непосредственно программировался Создавалась тема под WordPress и так далее И того, еще раз хочу сказать, что конкретно разработка данного сайта Заняла в районе 4-5 месяцев Но потому что долго изначально рисовался дизайн И бюджет разработки данного сайта был 165 тысяч рублей Это не учитывая того, что еще была дополнительная плата Иллюстратору, который отрисовывал изображения для сайта И еще были доработки по дизайну, которые изменяли изначальное ТЗ И они считались за дополнительную плату Вот, в принципе, все На этом я буду завершать данное видео Надеюсь, оно вам понравилось С вас лайк, подписка на канал, колокольчик Для того, чтобы получать все уведомления И не пропускать мой КК-качественный контент Конечно же, комментарий под данным видео тоже приветствуется Если вам такой формат зашел Будем встречаться в данном формате почаще С вами на связи был Гранюк Владислав Кода вам без багов Заказов крутых на фрилансе До встречи в следующих видео